Всем привет! Вы на канале 30+. Рывы, жор, переедание. Сегодня эта тема. Меня зовут Алена, я медицинский психолог и нутрициолог. Сегодня говорим про тему, которую вы сами зарядили в прямом эфире. И почему обжирается человек как конь и бывает, в принципе, со здоровым даже аппетитом, со здоровой массой тела. И давайте об этом поговорим. В этом ролике я расскажу все, что я знаю, все, что я видела на своем опыте, на своей жизни, на своих клиентах, на своих близких. И дам вам четко моменты, которые вы должны знать. Есть несколько моментов обжорства. Первый момент, конечно, это психологический момент. И люди обжираются, потому что у них проблемы со стрессом. Никто об этом не скажет. И в тихушечку как бы себя там успокоить, как бы себя там погладить. Поглаживание же это, да. Это работа с внутренним состоянием, успокоение, восстановление, ну и так далее. А почему многие это делают на ежедневной основе? Там начальник козел, там муж не объелся груш, там ребенок принес двойку. И вот таким образом складывается привычка. А потом, воу-воу-воу, полегче, а чего это там, а чего это там? И многие имеют помимо этой привычки еще другую историю. Они живут на стрессе. И я наблюдала таких людей. Они ходят в качалку, в залы, изматывают себя какой-то нагрузкой, которая просто не дается им. Потому что им сказали, что нужно обязательно заниматься спортом. И, в общем, они настолько мучаются от этого, что они потом съедают в пять раз больше, чем бы они, в принципе, съели без этой нагрузки. Потому что есть горе-блогеры, которые рассказывают о том, что физическая интенсивная нагрузка, там, она очень полезна. Она полезна, она супер полезна. Но никогда она поднимает кортизол в два раза выше. Никогда человек метаболически нездоровый ведет на эту нагрузку под кофеином, под какими-то БЦА, под комплексами. И приходит вообще в ноль, где там нет уже ни кальция, ни железа, ни хлоридов. Пока он там бежал и плыл, он забыл себя напоить. А напоил каким-то ведром пустой воды, которая все вымала. И он приходит, и у него просто такой стресс бьет в голове, что он просто, е-мое, и начинает кушать. И еще один момент, связанный с обжорством. Это, конечно, инсулин-резистентность, которая не дает клеткам нормально функционировать. То есть, ну что это не дает клеткам? Ну, все знают про то, что у кого есть метаболический синдром, здравствуйте, он есть у 95% людей. Просто кто-то живет с ним, а кто-то не знает даже об этом. Соответственно, когда метаболический синдром, мозг часто голодает. То есть, якобы еды много, но она не доходит к клеточкам мозга. Другой момент, ребята, человек обжирается, как конь, когда у него просто напрочь слетели гормоны. Вот такое тоже я видела. Там гипертиреоз идет, идет проблема с тестостероном параллельно. И еще идет паразитарка. Тут уж, ребята, была девочка еще с герпесом. Короче, там у нее и панические атаки, и тревожность, и куча-куча всего. И это органически действительно серьезно. Еще один момент. Если мы с вами говорим, человек объедается, бывает часто, когда ему, кстати, он ест. Не объедается, но ест. Когда не хватает воздуха, и он путает чувство жажды, чувство нехватки воздуха с тем, чтобы себя отвлечь. Что значит не хватает воздуха? У многих есть проблемы с шейно-воротниковой зоной, с давленным кровообращением. У некоторых есть проблемы с позвоночником. И знаете, ведь от здоровья позвоночника зависит то, как работают и вырабатывают секрет ваши органы. То есть, если проблема в грудном отделе, если в поясничном, органы смещаются. И начинается вот эта неправильная история переваривания, неправильная история работы. В общем, это все очень сильно можно повлиять через наблюдениями за самим собой. Другой момент. Жор бывает на кортизоле. Как только вы себя подловили, что все, я не могу. Я больше не могу. У меня нет сил. И все, останавливайтесь. Вот прям себе говорите, стоп, 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 стоп. Я поймала себя или я поймала себя. Сейчас ничего не надо делать. Не пить, не какать, не писать, не кушать. Нужно разобраться с кортизолом. Что я буду делать? Гулять, двигаться, общаться, смотреть видео. Что я буду делать? И вот таким образом вы можете четко себе помочь. Другой момент. Люди обжираются еще тогда, когда у них, я сказала, есть паразитарка. Если, да у многих сейчас есть холециститы, дискинезии. А когда это есть, всегда будут какие-то бродильные процессы, дисперсия. Будет, скажите мне, сибр, сигр будет. И человек будет опять гол по минералам. Потому что когда есть вот эти синдромы сбыточного грибкового роста, другая история, опять нехватка будет минералов. И круги, они замыкаются. И потом, ну я же отдал кучу денег этому диетологу. Он же составил мне рацион. Но я все равно жру. Потому что нужно чувствовать свое тело, что происходит. И нельзя себя загонять в какие-то углы. Другой момент. Никогда не стимулируйте свою нервную систему различными энергетическими напитками. Они спаливают все, что нужно спалить, как я говорю, вместе с вами. Поэтому максимально органическую еду, максимально органическое питье и любовь к себе по самый гроб. Я желаю вам прожить до 100 лет со здоровой психикой и со здоровой головой. Поэтому обжираешься, если как конь, смотри мои видео. Пиши, почему ты обжираешься. Может, у тебя какие-то другие проблемы. И ты их просто не решаешь. И у многих есть еще такая история, как бессонница, какие-то другие моменты. Вы думаете, это на лептин не влияет? Нет, ни разу. Не поспал разочек. Все, завтра пиши пропало. Со своим ртом будешь работать, потому что ты не доспал. Вот так, ребятушки. И это супер важно, потому что многие даже не знают и мелочи. Как малым детям бывает, объясняю. Она мне говорит, я слушала лучшего диетолога страны. Я слушала ее лекции, но все равно я не могу. Конечно, ты не можешь. Потому что у нее написано по инструкции, как она должна тебе рассказать. А у тебя свое тело, у тебя сейчас своя ситуация. Ей нужен гепатофлор, грубо говоря. А ей нужен гастрофлор. Кому-то аминокислот не хватает. А кому-то хондроитина. Кому-то валерьяна не хватает. Кому-то гинкобелобы не хватает. И человек в этот момент думает, что нужно все в рот поставить. И срочно. Так система работает? Ты чего? Мне что-то не даешь? Я тебя сейчас накажу. Накажу. Иди-ка сюда. И вот таким способом, ребята, многие зажирают. Поэтому нет способа не жрать. Ну, обжираетесь, ну, кушать и хранить. Я вот что. Я сама же психолог. И я знаю, что нет каких-то идеальных условий. И сказать человеку, что нет, не делай этого. Когда тебе плохо. Ну, это же просто инвалидизация. Поэтому, если вы себя знаете. Если вы знаете, что у вас есть какие-то такие моменты. Ну, окружите себя микроэлементами, которые просто вам не будут вредить. Ну, потому что у меня вот есть две девушки по 100 и 105 килограмм. Ну, я говорю там, уберите все. Это же не работает так. Я знаю, ее стрессанет. У нее давление упадет. Пусть она лучше хранит в своем холодильнике эту капусту-коченок. И съест она ее 2 килограмма. Ну, килограмм там. Не знаю, сколько она ее съест. Ну, и будет ей счастье. Понятно? Поэтому любите себя. И не давайте себя никому в обиду. И обжиралки бывают у всех. Просто почему-то кто-то говорит. У меня расстройство пищевого поведения. У меня что-то идет не так. Начинает искать, копать. А кто-то это тихенько, молченько живет так. И даже не думает, что у него что-то не так. Представляете? У меня есть знакомая эндокринолога. Которая вообще ни разу не думает, что у нее что-то не так. Ну, 125 на килограмм. Ну, как бы, ну, и нормальненько. Понимаете? Все зависит от менталитета. Подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Алена. Беспрекрас для вас.